Ну и раз уже речь зашла об электродах, то есть о пластинах аккумуляторной батареи, то тут же надо сказать, что в современных аккумуляторных батареях, особенно необслуживаемых, для того, чтобы получить большие пусковые токи, производители стали делать эти сами пластины немножко тоньше. В частности, именно применение кальциевого сплава и позволило сделать эти пластины более тонкими. И теперь толщина пластин не превышает 2 миллиметра, чаще всего она составляет 1,8-1,9 миллиметров, соответственно отрицательнее немножко тоньше, положительнее немножко толще. И это позволило производителям увеличить это самое количество пластин при тех же размерах аккумуляторной батареи. И само по себе увеличение количества аккумуляторных пластин увеличивает их рабочую поверхность, что в свою очередь благополучно сказывается на токах отдачи аккумуляторной батареи. То есть она дает больше токов, повышается ее мощность. И это очень хорошо, подумаете вы, но я вам скажу немножко по-другому. Это конечно все очень хорошо, и то что повышенные токи имеет батарея это просто прекрасно, но дело в том, что толщина пластин аккумуляторной батареи напрямую влияет на их ресурс. Простыми словами, чем толще пластина аккумуляторной батареи, она лучше не работает, но она имеет больше ресурс. Чем тоньше пластина аккумуляторной батареи, она работает точно так, как и толстая аккумуляторная пластина, но она имеет гораздо меньше ресурс. Правило простое. Тонкая пластина, меньше ресурс. Толстая пластина, больше ресурс. Поэтому тяговые аккумуляторные батареи имеют пластины, как правило, толще. Потому что на тяговых аккумуляторных батареях как раз важен такой ресурс. И если опять подвести черту под вышесказанным, то аккумуляторная батарея при тех же габаритах, которая имеет тоньше пластины, имеет больше пусковой ток, но имеет меньше ресурсов. Вот вам и вся математика. Но тут надо сделать одно отступление и сказать, что аккумуляторные батареи для грузовых автомобилей, для коверческого транспорта, особенно для дизелей, и аккумуляторные батареи для легкового транспорта, они по своей конструкции немножко могут отличаться. И чтобы поднять ресурс у батарей, которые используются в коммерческом транспорте, то есть на грузовых автомобилях, на дизелях, такие батареи делают с повышенной вибростойкостью. И делает это очень просто. Блоки электродов крепят к дну бака с помощью кислотостойких гельметиков или эпоксидных смол. И в таком случае при движении транспорта, при вибрациях, пластины аккумуляторных батарей не ерзают по дну бака, как я уже сказал выше. И так как они не ерзают по дну бака, а к нему приклеены, то сепараторы, конверты в таких аккумуляторных батареях не протираются. И как я сказал раньше, одной из причин коротких замыканий аккумуляторных батарей является то, что протираются эти самые конверты сепараторов. Но когда они приклеены, то соответственно они не протираются. Так вот на аккумуляторах для грузовых автомобилей блоки электродов приклеивают к дну бака. На легковых не приклеивают. И казалось бы вот такая вот мелочь, но она очень сильно влияет на ресурс аккумуляторной батареи. И как частенько пишут мне в комментариях, у меня аккумуляторная батарея, которая шла с завода, с конвейера на автомобиле прослужила 8, 10, 12 лет. И действительно, как показывает практика, батареи, которые шли на автомобиле с конвейера, то есть с завода, имеют ресурс больше, чем батареи, которые поставляются в запчасти. И если вы распилите конвейерную батарею, то зачастую вы можете увидеть, как чудесно приклеены к дну бака блоки электродов. Вот такая вот мелочь, а какой грандиозный эффект. Еще одной большой плюшкой, по заявлениям производителей необслуживаемых батарей, является то, что блок электродов опускается на дну бака, и количество электролита увеличивается за счет ликвидации шламового пространства при сохранении внешних габаритов. И частенько у производителя аккумуляторной батареи можно встретить такие слова. Допускаемое понижение уровня электролита увеличено в 2,5-3 раза. Или если это все перефразировать, то это может звучать так. Что уровень электролита в аккумуляторную батарею залит на весь срок службы. И такая аккумуляторная батарея за счет запаса электролита не нуждается в доливке электролита на весь срок службы. Но здесь и кроется самый большой обман. Вот теперь давайте разберемся, где здесь грандиозно нас обманули. Действительно, электролита, если просветить аккумуляторную батарею, над пластинами аккумуляторов необслуживаемой батареи намного больше. Если в простой батарее уровень электролита над пластинами 10-15 миллиметров, то у батареи, которая не обслуживается, за счет того, что нету теперь шламового пространства и пластины просто опустились на дно бака, уровень электролита оказался над пластинами теперь уже до 40-45 миллиметров. И если у обычной аккумуляторной батареи уровень электролита упадет на 15 миллиметров, то у нее охалятся кромки пластин. А у такой батареи, у которой запас большой, уровень электролита может падать буквально на 30-40 миллиметров. То есть намного больше, чем у обычной аккумуляторной батареи. Но в чем подвох? Дело в том, что это чистой воды маркетинг. Притом это настолько лютая ложь, что я о ней даже не могу умолчать. Все дело в том, что количество электролита строго пропорционально связано с площадью активной массы пластин. И электролита в банку аккумуляторной батареи должно быть залито ровно столько, сколько есть пропорционально площадь активной массы пластин. Ни больше, ни меньше. Если вы зальете туда электролита меньше, у вас аккумуляторная батарея в конце разряда не будет иметь емкости. То есть она будет подыхать. Если электролита залить больше положенной нормы, то такая аккумуляторная батарея сразу будет иметь проблемы с зарядкой. И зарядить такую аккумуляторную батарею будет очень большой проблемой. Она будет требовать очень высоких напряжений. Поэтому количество электролита в банке, оно строго регламентировано. И когда производитель пишет, что допускается понижение уровня электролита больше в 2,5-3 раза, он откровенно врет. Потому что если уровень электролита у вас упадет на 30 миллиметров, как они заявляют, то плотность электролита поднимется настолько, что вы просто свою аккумуляторную батарею не сможете зарядить. И кроме того, это вызовет очень бурную сульфатацию пластин аккумуляторной батареи. Да, действительно, этого уровня, который заложен в аккумуляторной батарее, этих 30 миллиметров, хватит вам для того, чтобы аккумуляторная батарея, исправная на исправном автомобиле, проработала 3-4 года. Воды надо доливать хотя бы раз в год. А если не доливать, то хотя бы смотреть на состояние электролита. Надо туда доливать воды или не надо туда доливать воды. Как определить количество электролита, которое нужно долить в аккумуляторную батарею, или сколько она потеряла по массе электролита. Видео у меня тоже есть. Можно посмотреть. Взвесили аккумуляторную батарею на весах, посчитали по формуле и все знаете. И самое главное, никогда не верьте тому, что допускается понижение электролита в 2,5-3 раза. Ни в коем случае электролит не должен значительно понижаться. И если он уже понизился, надо найти причину, почему он понизился. То ли вода скипела, надо долить воды. То ли электролит вылетел в вентиляционное окно. Значит надо долить электролит. Ну и к слову, давайте разберемся с вентиляционными окнами. Как любят утверждать производители Bosch и Wart, ихние аккумуляторные батареи имеют крышки с запатентованными лабиринтами. В которых водород и кислород, который образовался в результате электролиза воды в аккумуляторной батарее, соединяется назад, получается вода и эта вода опять стекает в банки аккумуляторной батареи. И таким образом аккумуляторная батарея не теряет воду. И якобы в нее никогда не надо доливать воды, потому что батарея необслуживаемая. Но теперь давайте разберемся с этими самыми лабиринтами. Итак, действительно, в необслуживаемых аккумуляторных батареях крышка имеет лабиринты или каталитические пленки, которые способствуют тому, что водород и кислород опять превращается в воду и возвращается в ячейки аккумуляторной батареи. Это все действительно так и есть. И это все действительно правда. Но есть одно но. Этот процесс соединения водорода и кислорода и превращения их в воду возможен только тогда, когда идет малое газовыделение. При большом газовыделении весь этот процесс не успевает совершаться. И тогда вода, которая в процессе электролиза стала водородом и кислородом, просто улетает в вентиляционное окно. За счет того, что идет бурное газовыделение, электролит переходит в аэрозольную форму и вместе с этими газами вылетает просто в вентиляционное окно. И вы с ним прощаетесь навсегда. Так вот, опять же, любой сбой в электросистеме вашего автомобиля или сбой в системе подзаряда аккумуляторной батареи вашего автомобиля, который приводит к бурному газовыделению, напрочь убивает вашу аккумуляторную необслуживаемую батарею. Потому что ни один лабиринт, запатентованный в крышке аккумуляторной батареи, с таким количеством газа просто справиться не может. И ваша аккумуляторная батарея в любом случае теряет воду. А долить в необслуживаемой батарее воду вы не можете. Поэтому необслуживаемые батареи можно эксплуатировать только на полностью исправных автомобилях, у которых нет проблемы с электрооборудованием. А если вы предполагаете, что у вас на автомобиле будут проблемы с электрооборудованием, то вам применять необслуживаемые аккумуляторные батареи явно противопоказано. Ну или вам придется сделать из своей крайне необслуживаемой аккумуляторной батареи вполне себе обслуживаемой, что тоже в принципе вполне реально и допустимо. И даже нормативные акты это допускают. Одно только плохо, что после вмешательства вы, конечно же, потеряете гарантию на вашу батарею. Ну и последний штрик в сегодняшнем видео. Конечно, необслуживаемые батареи, как правило, имеют зеленый глаз, то есть встроенный ариометр. Индикатор заряженности еще его называют. И многие автомобилисты очень опрометчиво считают, что аккумуляторную батарею надо заряжать, когда вот этот вот самый глаз поменял свой цвет. Это, конечно же, в корне неправильно. А вот зачем производитель интегрирует этот индикатор в аккумуляторную батарею, о чем он должен сигнализировать, какая его роль и от чего он должен предохранять автолюбителя, напишите мне в комментариях. Вот такое вот было сегодня видео. Вот такие вот интересные они, необслуживаемые аккумуляторные батареи. Ставьте лайк, кому понравилось это видео. Кому это видео не понравилось, все равно ставьте лайк, потому что я очень жадный до лайков. Пишите мне в комментариях, я буду их с удовольствием читать. Подписывайтесь на канал и берегите себя и свои аккумуляторы.